Здравствуйте! Сегодня общественная организация гражданская безопасность совместно со стрелковым клубом выстрел планирует произвести тест разнообразного оружия на баллистическом желатине. Первым будет протестировано травматическое оружие. Бесствольный пистолет ПБ-4 Мелоса и 9-мм пистолет Стример-2014. Причем каждый из них будет протестирован дважды. Первый раз желатиновый блок будет прикрыт кожаной курткой, а второй нет. Это позволит оценить влияние одежды на эффективность травматического оружия. Из осы мы стреляем патроном МИНОТ, срединовой пули, оснащенной стальным сердечником. Средняя скорость пули по результатам наших замеров составила 117 метров в секунду. Первый выстрел по блоку желантина, прикрытому курткой. Толстая кожаная куртка с меховой подстежкой оказалась непреодолимой преградой для медленной крупнокалиберной пули осы. Часто выстрелы с травматического оружия сравнивают с ударом боксера. Похоже, что в данной ситуации сравнение корректное. С тем же эффектом по желатиновому блоку можно было бы ударить кулаком. Но боксерский поединок это десятки, а то и сотни ударов. Причем даже после такого количества зачастую судьбам приходится определять победителя подсчетом очков. У осы же только 4 патрона, и подсчитывать очки в подворотне никто не будет. Выстрел! Пробуем выстрелить из осы по блоку желатина без куртки. Результат совершенно непредсказуемый. Пуля пробила блок почти на вылет. Глубина проникновения составила около 20 см. Даже несмотря на то, что края входного отверстия сами стянулись почти вплотную друг к другу, что должно было резко снизить кровопотерю, у реального человека это означало бы крайне тяжелое ранение, вполне возможно даже смертельное. Мы, конечно, ожидали, что от одежды будет очень сильно зависеть результат, но столь кардинальных изменений никак ожидать не могли. Дравматический 9-мм пистолет-стример мы заряжаем патронами АКБС Магнум. Хронограф показывает среднюю скорость 491 метр в секунду. Вновь первый выстрел по блоку желатина, прикрытому курткой. Даже очень толстая кожа и меховая подстежка легко преодолеваются легким, но очень быстрым резиновым шариком. После выстрела мы находим его в желатине на глубине около 5 см. За ним остался широкий раневой канал, а диаметр временной пульсирующей раневой полости составил целых 6 см. Второй выстрел без куртки. Участников теста буквально забрасывают кусками желатина. Как видно на скоростном видео, диаметр временной полости примерно равен высоте желатинового блока – 12 см. Но самое удивительное, что шарик мы находим на той же глубине – около 5 см. Он, конечно, на какую-то миллисекунду проник глубже, но это лишь за счет эластичности преграды. Затем вернулся назад. Какой вывод можно сделать из этого теста травматического оружия? Вопреки распространенному мнению, что травматическое оружие должно иметь большую тяжелую полю, летящую с относительно небольшой скоростью, тест показал, что как раз легкая, но очень быстрая пуля куда ближе к идеалу. Если большая пуля осы в зависимости от одежды может оказаться как практически бесполезной, так и смертельной, то пули качественных 9-мм травматических патронов, выпущенных из лучших образцов травматических пистолетов, независимо от одежды, обеспечивают широкое проникающее ранение, имеющее, однако, небольшую глубину. Такая рана за счет поражения большого объема мышц создает сильную боль, но из-за малой глубины, скорее всего, не приведет к фатальным последствиям. Впрочем, нужно понимать, что в некоторых случаях и она будет смертельно опасной, так что стрельба без крайне веских причин абсолютно недопустима. Также стоит помнить, что адреналин, алкоголь и тем более тяжелые наркотики очень сильно притупляют чувство боли, а повреждение такого участка мышц в большинстве случаев не лишит противника возможности продолжить нападение. Так что полностью положиться на такое оружие нельзя.